Я вас приветствую на канале Дороги Михаила Илюшина. Приглашаю прокатиться со мной по улицам Саратова 6 февраля 2021 года от рынка строительного через совхоз комбайн, перенатарный центр, поселок Нижный, первые танкисты в проезд до Топорчанской. Поехали, посмотрим как это было. Начинаем от Сокологорского строительного рынка и всегда вам говорю, вот налево нет у нас забора, бывший у нас аэропорт и как стало легче дышать. Ну и вот проедем сейчас Учкурдемская, Столыпино, улица, совхоз комбайн, вернемся, поедем через Монахов круг, маршрут через перенатарный центр, выйдем через мирный поселок танкистов, первый танкистов проезд и до Топорчанской покажу, где даже есть камера, которая вот не показывала. Это же новая. Для меня так я не помню, что она там снимается, ограничение скорости или ремень. Ну, в конце увидите. И как обычно, в Ютюбе, в Ютюбе, в Одноклассниках, ВКонтактах, в Зен, Яндексе выкладывают данный сюжет, где вам удобно, смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Ну, как-то так. Да, здесь сейчас момент будет. Автобус проехал остановку, то ли пассажир заснул, то ли он, водитель, как автобус. Но, мне кажется, его эта ошибка, должен подъезжать к остановке и все-таки высаживать, если даже никто не хочет. А вот, видать, пассажир маленько тормознул, а водитель решил, что никого, и вот так вот перекрывать дорогу. Ну, интересно только вот в Саратове такая вот тенденция. Заметил в Самаре, когда учился, в Волгограде смотрел. В других городах все подъезжают к остановкам. В Саратове или не доезжают, люди бегут, или вот дальше уедет. Да, вот Губернская улица. Даже не знал. Показываю совхозкомбайн, ни разу не был. Написали, попросили, вот заехал. Сам посмотрел и вам показываю. Ну, дорога, вернее, совхозкомбайн, он как-то нетранзитный для меня. Сюда заезжать, у меня даже и не было никакого смысла, никто тут не живет и по работе не попадал. Ну, вот заехал, вот как сами наблюдаете, да, есть тротуар. Сделанный. Люди идут по нему, хотя не все. Некоторые так по привычке и по дорогам идут. То есть, получается-то, если взять по большому счету, все делает администрация, власть нету, но сходит по дорогам. Ну, так удобнее людям, а потом и что-то говорит, что что-то не так. Ну, люди, ну, вы имеете совесть. Ну, действительно, вот есть тротуар, есть специальная дорожка для людей, идите по ней. Почему идут по дорогам? Не понимают. Не только здесь, а вот даже и в заводской заезжают, да и у нас периодически. А потом водитель виноват, обрезгают или еще чего-то. Ну, вот совхоз. Сейчас вот такое ощущение, да, попал в те далекие времена. Вот что-то здесь разрушено, что-то здесь когда-то было. Сейчас развернемся и с другого ракурса тоже посмотрим. Ну, всегда, как обычно, делаю. Я так посмотрел, как и почта есть, и счеток, и магазины, как обычно. Даже небольшое футбольное поле, детская площадка. Ну, вот я, говорю, ни разу не был, сам заехал. Интересно посмотреть, что такое совхозкомбайнер. Я даже не знаю, какая сюда маршрутка ходит. Ну, а дальше уже пошел другой новый жилой фонд. Заборы, дома. Ну, до конца я там не доехал, потому что там и сужение дороги, и машины стояли, ну, уже только частный сектор такой. Здесь вот дорога более-менее. Да, благодарю всех, кто пишет. Даже на моей площадке люди дискутируют. Ну, я могу сказать, что я не приукрашиваю и не приуменьшаю. То, что вижу, то и показываю, как оно есть на данный момент. Как оно дальше будет, не знаю, как оно было. Рассказываю, если где-то я был и что-то помню. А вот так вот, как оно есть. Рекламу я никакую не делаю для проживания в Саратове или наоборот, чтобы из Саратова ехать. Можно сказать, чуть-чуть ностальжии для людей, для тех, кто жил в Саратове до когда-то. Да и просто самому интересно, где вот действительно жизнь такая короткая, что хочется много посмотреть. А если живешь в этом городе и ни разу там не было, ну, ради интереса своего, чтобы можно было представлять, что это, где это. Даже когда, я не знаю, замечал такой момент, когда смотришь телевизор, идет репортаж какой-то там журналиста и кадр выхватывает что-то. И смотришь, смотришь, вроде знакомый, и никак не поймешь, где они находятся. Потому что, все-таки, камера 170 градусов, вроде, или 140, вот охватывает, так, они как человеческий глаз, чуть не все 180. И головой крутишь еще. То есть, мы больше видим, чем камеры. Обзор. Ну и вот и есть. Смотрю, езжу, вам показываю, делюсь. Ну и заодно у меня, получается, дороги, где какие. Тоже же интересно проехать. Ну, в Саратове еще, центральный, более-менее. Хотя, вот проехал недавно через Слоново. То есть, я проехал от детского парка через Слоново, Степана Разина. Там выехал на Большую Сардовую, Беговую. То есть, обратно на ракурс, который вам, и кто смотрел, от политехнической до Чернышевской. Ну, и небольшой ракурс вам обратно этой же дорожки покажу. И вот через Слоново проехал, через которую мало всегда я почему-то проезжал. Ну, там центр города, и там ямища такая, чуть-чуть в нее попал. Так что, вот, не все у нас так гладко, как я показываю. Не все так у нас прекрасно. Ну, а здесь, вот, выезжаем опять напрямую. Широкая дорога, тротуар. Ну, наверное, здесь не дешевые все-таки жилье. Ну, такой вот солнечный день был. Решил заехать. Как раз ехал в солнечный дом, но вот мимо. Есть возможность заехал. Ну, вот, как раз я вам сказал, то есть следующий будет сюжет, вот, от детского парка до Ново-Астраханского шоссе, через Боришу, и Первую Беговую, Большая Садовая, Третий Товарный Проезд. Потому что, действительно, когда едешь обратно, я просто решил проехать, и, думаю, удобно или неудобно будет ехать так быстрее, чем я обычно выезжал через Большая Садовая, да, через, где, я говорю, впихнулись, и впихуемые всегда вот это под мостом. И вот мимо Горбольницы Третий, мимо Политеха, вот, я решил так проехать. Ну, даже не понял. Может, еще раз надо проехать, быстрее ли это получается. Мне кажется, чуть-чуть даже, ну, может, побыстрее. Светофоров просто меньше, наверное, побыстрее. Но дорога тому же, и медленнее получается. Ну, а здесь вот, и неоднократно это все показывал в сторону Солнечного. Я решил проехать через перинатальный центр, через танкистов проезд, и показать вот эту камеру. Да, здесь не забываем, сейчас дальше будет тоже камера. Буду всегда предупреждать, если не забуду, ограничение скорости. О, впереди гора, там какой-то сквер, и все туда никак тоже не попаду. Все собираюсь каждое лето подняться, посмотреть, виды какие. Какой-то там парк или сквер, если смотреть по карте. Да, вот сейчас камера с левой стороны, чуть ниже. Будьте внимательны. Ну, вот, видим, да, проехали. Да, дорога здесь стала оживленной, когда только открывался этот путь солнечный. Меньше было машин на час, и днем и вечером сокращает путь, светофоров нет, но только есть камера. Ну, солнечный морд впереди, если с правой стороны смотреть далеке. Да, вот такой был день 6 февраля. Снега сейчас побольше. На 17-16 февраля выпал еще побольше. Да, выходит это 22 февраля, с наступающим всех защитников отечества. Как у нас всегда говорили, кто не был, тот будет, кто был, тот не забудет. И еще говорили, кто в праздник, кто в сапогах, кто и в ботинках. Кто носил погоны, и носит погоны, само собой. Главное, здоровья, удачи, успехов, и берегите себя. Ну, здесь дорожка, да, периодически, вот ее сделали когда-то, и тут уже видно заплатки местами, сейчас дальше поедем. Так что, все меняется. На месте ничего не стоит, было хорошо, станет похуже. где-то похуже. Делать ремонт, стал лучше. То есть, это к севому жизни, ничего из такого, только вот этот дом, строили, строили, и так и остался, и не достроили. Что-то пошло не так. Ну, такие небольшие, да, на дороге, будьте внимательны, не разгоняйтесь. Ну, здесь и не надо разгоняться. Ну, а дальше чуть-чуть еще помесили, дорожка, она еще поуже стала. Тоже уже неоднократно все это показывал. Да, благодарю всех, кто присылает там, вдруг, из Баку, видео про Баку, есть возможность, когда я смотрю, и какой город, тем более, вот февральские снимки, если в дверей съемка, февральские было, как у вас там, все сухо и тепло. И вот, и вот, пожалуйста, наш ответ. Немного снега. Но в этом году, да, снегу, что-то из прошлого года, в этом году, и так его много. По-всякому бывает. Хоть так выпал. Ну, какой анонс уже говорил, а куда поеду, все получается, ну, я не скажу, что спонтанно. Все, я записываю, куда просит съездить, и если получается момент, сразу же еду и пробую. Стараюсь. Так что, вот, рассказывать о планах, куда я съездил, и куда я еще собираюсь, ну, не могу, потому что, ну, не поеду, скажет, наобещал, не сделал. А когда поеду, покажу. То есть, стараюсь, как бы, свои планы. Если хотите, рассмешить с Богом, расскажите ему свои планы. на встречу Солнцу. Вот такие у нас улицы, и у нас получается, влево и вправо. да, оживленные, конечно, когда я думаю, люди просили сделать дорогу, чтобы ездили, но не думали люди, что так много теперь автомобилей, и ходить неудобно им тут, так же, как на Черниговской, и на Чикаго. машин стало больше. Раньше здесь, вот на этом переплеске, практически моментально можно было поворачивать, теперь стоять приходится ждать. Да, вот и танкистов, когда-то я вам показывал, в прошлом году, что заборчик не был, вот заборчик стоит, но дорога, периодически, здесь вот водой смывает, разбивает. Ну, видите, да, только недавно, в прошлом году, что ли, делали, а она же такая, как будто уже 5 лет ей. Ну, есть такие места. Да, вот и получается, сейчас едем по улице танкистов, как бы выезжаем на полудородные, но так же, как трамвайные пути пересекаем, попадаем на первый проезд танкистов, хотя параллельно идет улица танкистов, потому что я на карту смотрю, вот здесь, в этом месте, вот всегда ямы какие-то, вот на этом подъемчике, всегда почему-то разбита дорога, сколько бы ни делали. Вот направо, это танкисты все в улице, а сейчас трамвайные пути переезжаем, это проезд танкистов первый, а на лево уже полудородные. Как я понял, глядя по карте. Здесь не забываем, далее будет первая камера, ограничение 40, перед самым перекрестком, вот впереди билборд, и прямо перед ним будет камера. Сейчас вы увидите ее, для тех, кто мал ездит, для тех, кто не знает. Проехали, и далее, сейчас будет еще одна камера, ограничение 60 уже. и перед самым перекрестком, где-то с полбаза 3, за 4 будет еще одна камера, перед перекрестком, топольчанская, глинова. А тоже интересно, первый проезд танкистов разорвала улицу Полудородная. Почему она и Полудородная, тут не назвали, как она была бы, так она и есть. Получается, Полудородная, где мы повернули, и Полудородный участок, если верить, картик от топольчанской до домов близнецов. Камеру проехали, пока разговаривал, рассуждал, имейте это в виду. И вот сейчас далее будет, она такая небольшая, не знаю, ограничение скорости, потому что здесь тоже прибавляют. сейчас она будет небольшая прям. Вот она наверху. На этом заканчиваю. Все благодарю за просмотр, берегите себя. И до новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok